МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Управление по делам ГОЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Деснокорска привлекались для проведения работ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внимание, пешеходы! Зебра – профилактическая акция по безопасности дорожного движения. Мы хотим тебе подарить цвета отражающие, чтобы ты в ночное время или вечернее, чтобы тебя было видно. Вот, держи. Соблюдай правила дорожного движения. Об этих новостях и не только подробнее. Процедура экстракорпорального оплодотворения, сокращенная ЭКО, стала доступна парам в новом Смоленском перинатальном центре. Уже три смолянки получили такую сложную медицинскую услугу бесплатно в отделении вспомогательных репродуктивных технологий. Зарождение новой жизни происходит под наркозом. Пациентка ничего не чувствует. Процедура непростая, можно сказать, ювелирная. И только благодаря слаженной работе врачей-эмбриологов и репродуктологов на свет может появиться новая жизнь из пробирки. Перед операцией выдают направление на прохождение специальной комиссии, которая разбирает каждый случай в течение месяца. Процедуру экстракорпорального оплодотворения можно пройти не больше двух раз в год. За это время организм женщины должен успеть восстановиться. Если же четыре попытки оказались неудачными, ей потребуется более серьезное обследование. В настоящее время ЭКО «Смолянки» могут пройти бесплатно по полису обязательного медстрахования. В Десногорской библиотеке 2-го микрорайона 23 июля прошла военно-научная конференция. Она была приурочена к 115-летию со дня рождения адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова. Подробности далее. От матроса Северодвинской флотилии до адмирала Советского флота 24 июля отмечают 115-летие со дня рождения Николая Кузнецова. Он остался в истории талантливым военным начальником и человеком настоящего мужества. Накануне юбилея Николая Герасимовича Кузнецова мы с вами собрались здесь, чтобы вспомнить основные вихи и биографии, все, что связано с его деятельностью. Накануне памятной даты в Десногорской библиотеке 2-го микрорайона прошла военно-научная конференция. Участниками стали представители администрации города, ветеранских организаций и неравнодушные граждане. Самое главное и важное в жизни – это память. Но жизнь продолжается. Собравшись, обсудили вклад Николая Кузнецова в развитие военно-морского флота и создание морских стратегических сил государства. К нам моряки влились чуть-чуть больше, чем все остальные. Мы начинали с фронтовиков, потом вооруженные силы и так далее. И когда появились моряки, честное слово, у нас появилось снова какое-то дыхание. Посетителям конференции показали материалы о жизненном пути Николая Кузнецова. Военачальник знаменит в том числе и тем, что фактически спас моряков и флот в первые дни Великой Отечественной войны. В 23.00, 21 июня, после предупреждения наркома обороны маршала Тимошенко о возможном нападении фашистов, Николай Кузнецов объявил флотам оперативную готовность номер один. Благодаря этому военно-морские силы в 3 часа 15 минут встретили атаки врага огнем. За эти и другие заслуги перед Родиной в 1955 году Николаю Кузнецову было присвоено звание адмирала флота Советского Союза. Военачальник прожил до 70 лет и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Смоленские таможенники пресекли попытку ввести в Россию с территории Республики Беларусь 20 тонн контрабандных сигарет. Им удалось задержать крупную партию табака, который привозили в Афганистан. В настоящее время товар и грузовик поместили на один из складов временного хранения. В ходе досмотра установлено, что сигареты перемещались без акцизных марок. Общее количество табачных изделий составило 790 тысяч пачек. Рыночная стоимость такого объема продукции превышает 28 миллионов рублей. В отношении перевозчика возбуждено два административных и одно уголовное дело. Как сообщил главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Смоленской таможни, ответственность по данной статье предусматривает штраф до миллиона рублей, либо до пяти лет лишения свободы. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Деснокорска привлекались для проведения работ по оказанию помощи скорой три раза, по вскрытию дверей два раза, к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими один раз, по оказанию помощи пожарно-спасательным подразделениям при пожаре два раза. За семь дней в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило 608 сообщений, из них 214 ложных. Поступило 12 просьб от населения. Отработано 9, переадресовано 3. В Смоленске прошла необычная свадьба. Молодожены приехали в ЗАГС не на современном автомобиле, а на фурах. Задумка молодоженов связана с тем, что у жених дальнобойщик, поэтому пара оригинально подошла ко всем деталям свадьбы. Начиная от оформления пригласительных, заканчивая нарядами и необычными украшениями. В сеть попало видео того, как нестандартный кортедж, возглавляемый двумя тягачами с воздушными шариками, ездит по центру Смоленска. Причем часть транспорта для кортеджа молодой паре предоставили местные водители, откликнувшись на их просьбу. 24 июля в Десногорске сотрудники ГИБДД и воспитанники лагеря «Круто» провели профилактическую операцию под названием «Внимание пешеходы. Зебра». Жителям города в очередной раз напомнили о правилах дорожного движения и подарили светоотражающие браслеты. Несколько раз в году инспекторы полиции проводят профилактические операции, нацеленные на сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В настоящее время в городе участились случаи детского травматизма на дорогах. Поэтому профилактическую операцию сотрудники полиции провели совместно с воспитанниками лагеря «Круто». Ребята очень ответственно отнеслись к акции и заранее подготовились. Выучили памятки, раскрасили лица и одели забавные ушки, как у зебры. Сегодня у нас происходит профилактическая акция в рамках соблюдения правил дорожного движения. Лагерь «Круто» проводит такую акцию. Останавливаем водителей и рассказываем о акции, которая проходит в нашем городе, и то, как правильно привозить детей и соблюдать правила дорожного движения. А зачем вы одели ушки и грим? Зебра. В честь дорожного знака, как бы, зебра, получается, правильно переходить дорогу. Сотрудники полиции «Дети из Круто» объяснили пешеходам и водителям правила дорожного движения. Особенности правил поведения на дороге в вечернее время. Маленьким пешеходам они рассказали о необходимости ношения светоотражающих элементов. А водители предупреждали о недопустимости нарушения скоростного режима. Также водителям разъяснили правила безопасной перевозки маленьких пассажиров. Сегодня на территории города Десногорска проводится профилактическая акция, направленная на безопасное дорожное движение в нашем городе. Можно вам подарить буклетик? Конечно, можно. Я только за безопасное движение в нашем городе. Простигивайте сами и привозите своих деток. Хорошо, спасибо большое. Как вы думаете, необходимо устраивать такие акции в нашем городе? Обязательно. Я считаю, что необходимо. По завершению операции инспектор полиции подарила ребятам из круто интересной познавательной газеты «Добрая дорога детства» и светоотражающие браслеты. Я хотела бы подарить вам эти газеты. Почитайте. Там есть очень много конкурсов. Устраивайте, принимайте участие. Рассказывайте своим сверстникам о том, как правильно соблюдать правила дорожного движения. Вот, держите. И на память вам каждому я хотела бы подарить вот такие светоотражающие. Закончился рейд общим фото на память и хорошим настроением всех участников. Ребята многое в этот день узнали от сотрудников ГИБДД и сами смогли напомнить всем участникам движения и водителям, и пешеходам правила дорожного движения. Соблюдайте правила дорожного движения и пристёгивайтесь за рулём. Велита Ефименко, Юлия Собольева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Полоса препятствий для тех, кто неравнодушен к общественной деятельности. В областном центре волонтёры провели увлекательный квест для детей и взрослых. Изначально на участие в квесте было заявлено более 40 участников. Но игра оказалась настолько интересной, что к ней присоединились и те, кто просто прогуливался по Лопатинскому парку в это время. На соревнованиях было семь станций. Каждая из них посвящена определённому виду волонтёрства. Автором идеи стала Ирина Аверкина, которая более 10 лет занимается общественной деятельностью. Во время игры смоляне узнали, как правильно расфасовать мусор, тушить пожар, чем помочь слепым и многое другое. Значительную долю участников квеста составили выпускники. Ведь победа в конкурсе станет для них приятным бонусом при поступлении в ВУЗы. В завершении квеста победители получили подарки и оригинальные значки волонтёров Смоленщины. В Лондоне завершился очередной этап престижного легкоатлетического турнира «Бриллиантовая лига». Россию в статусе нейтрального спортсмена представлял смоленский прыгун в высоту Илья Иванюк. С результатом 2 метра 24 сантиметра он получил четвёртое место. Такая же высота покорилась и обладателю бронзовых наград, но он потратил на её преодоление меньше попыток, поэтому оказался выше смоленского спортсмена в классификации. Результат победителя турнира – 2 метра 30 сантиметров. Несмотря на то, что на этом турнире Иванюк занял четвёртое место, он по-прежнему остаётся лидером сезона. В Венгрии спортсмен прыгнул на высоту 2 метра 33 сантиметра, обновив свой личный рекорд. На этом выпуск завершён. Больше интересного на нашем сайте – desnadefiz.ru, а также в наших официальных группах, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин